В эфире телеканала «Север» программа «Актуальное интервью» в студии Алина Ваучейская. Здравствуйте! И тема нашего сегодняшнего выпуска – предпринимательство и его поддержка. Чтобы поговорить об этом, мы пригласили уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ненинском округе Германа Витальевича Сопочкина. Здравствуйте, Герман Витальевич! Добрый день, Алина! Ну, накопилось много вопросов, и хотелось бы начать беседу с того, чтобы вы рассказали, чем вообще занимается бизнес-омбудсмен? Ну, вообще, функционал уполномоченного по защите прав предпринимателей исходит из ключевого слова – это защита бизнеса. То есть, и должность учреждена в целях обеспечения гарантий государственной защиты бизнеса от незаконных действий должностных лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления. И основные задачи, которые стоят перед нами – это восстановление нарушенных прав бизнеса, это совершенствование правового положения в субъектах предпринимательской деятельности и правовое просвещение бизнеса о принадлежащих ему правах, правах и законных интересах. Знаю, что не так давно вы представили большой доклад о своей деятельности за прошлый год в собрании депутатов. Вот можете тезисно рассказать, о чем был доклад, и каким вопросом чаще к вам обращались в 2020 году у предпринимателей? Доклад, он ежегодный, то есть уже три года я работаю на эту должность, и три года я предоставляю доклад. По результатам доклада этого года можно сделать вывод о том, что количество обращений бизнеса увеличивается. В этом году он к нам обратился 231 субъект предпринимательской деятельности, 235, прошу прощения, субъект предпринимательской деятельности, и из этих обращений 20 обращений были признаны жалобами. То есть эти обращения, где имеются признаки нарушения прав и законных интересов бизнеса со стороны органов или организаций, которые наделены определенными государственными или муниципальными полномочиями в силу федерального законодательства. Если посмотреть по предыдущим годам, то за 2019 год у нас было меньше обращений, их порядка было 140, и из них 12 обращений, где были признаны, где установлены были нарушения законодательства в отношении предпринимательства. И в 2018 году было, в принципе, одинаковое количество жалоб, то есть на одну поменьше 11 жалоб, но обращений самих, о разъяснении прав, их было чуть меньше. То есть в этом году мы за 2020 год мы наблюдаем существенный рост обращений бизнеса. Почему такой рост обращений произошел? На мой взгляд, это не на мой взгляд, а статистика показывает о том, что это обращения, связанные с ограничениями, которые вводились в период распространения коронавирусной инфекции, о поддержке, которая оказывалась или предусматривалась постановлением правительственным, федеральным законодательством, региональными нормативно-правыми актами. На втором месте у нас по обращениям это обращения, связанные с твердыми коммунальными отходами. Эта тема, на мой взгляд, достаточно актуальна, потому что буквально недавно произошла реформа системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Ну и остальные обращения, связанные с уплатой налогов, страховых износов, по вопросам земельных правоотношений. То есть обычные вопросы, которые касаются бизнеса. С чем связывается бизнес в процессе своей деятельности? Ну вот смотрите, было сколько вы сказали, 12? Нет, у нас было 20 обращений, где были установлены нарушения законодательства. Можете рассказать поподробнее, может 2-3 примера хотя бы, какие были, которые завершились в пользу предпринимателя и где удалось доказать, что закон на стороне бизнесмена? Да, значит, очень много обращений касалось, очень много жалоб поступало на действия дорожных лиц при производстве по делам об административных правонарушениях. Здесь фиксировались факты нарушения дорожными лицами прав предпринимателей на защиту, то есть не уведомления предпринимателей об составлении протоколов о рассмотрении дела об административных правонарушениях. Не рассматривались заявленные ходатайством бизнесом и в этой связи в соответствии с кодексом об административных правонарушениях, те доказательства, которые получены с нарушениями требований закона, то есть в связи с недвижащими извещениями в лице, с неразмистрением ходатайств признавались недопустимым доказательством и дела об административных правонарушениях подлежали прекращению. Также были жалобы, связанные с незаконным изъятием предметов и вещей и предметов у бизнеса со стороны сотрудниками полиции. Была жалоба на действия конкурсной комиссии при отказе в допуске участника закупок к закупке. Были обращения, связанные с требованием о возврате денежных средств, которые были предоставлены на содействие занятости населению. Были обращения, связанные с отказами в допуске в государственной поддержке. Мы в силу закона отделены полномочиями по обращению в суд с заявлениями о признании незаконных актов, изданных органами государственной власти, местного на своем управлении. В прошлом году мы два раза обращались в суды за защиту права бизнеса. В этом году у нас одно обращение было тоже направлено. По результатам рассмотрения суд удовлетворил наши требования и признал незаконным действия органа исполнительной власти по требованию о взыскании субсидии. Расскажите, пожалуйста, как предпринимателю, который столкнулся, по его мнению, с нарушением закона в его сторону, куда он может обращаться? Он может к вам напрямую обратиться, либо у вас есть, может быть, какая-то интернет приемная. Расскажите про алгоритм действия предпринимателя, который столкнулся с неправомерными действиями со стороны, может быть, власти, либо еще кого-то в свою сторону. Предприниматель обратиться может к нам. Мы принимаем жалобы, можем оформить за него жалобу, то есть помочь ему в оформлении жалобы. Также он может обратиться к прокуратуре Ненецкого округа. У нас с ними наложено очень хорошее взаимодействие. Они являются главным партнером деятельности, уполномоченным по защите права предпринимателя. Мы регулярно каждый первый вторник месяца проводим совместные приемы, на которых рассматриваем проблемные вопросы бизнеса. Если предприниматель обращается к нам, мы уполномоченно также запрашиваем всю информацию в том или ином органе об документах, сведения, касаемо жалобы. Если установим нарушение закона, мы вплоть до обращения в суд с защитой права бизнеса. Если установим, что именно такой способ защиты необходим для восстановления нарушенного права. Герман Витальевич, отвечая на вопрос по поводу обращений в ваш адрес, вы говорили про новый порядок с обращением с твердыми коммунальными отходами. Знаю, что там целая какая-то эпопея была. Расскажите, пожалуйста, про эту тему немножко поподробнее. Этой темой мы занимались очень активно в прошлом году. В чем проблема бизнеса и в чем недовольство бизнеса в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами? Дело все в том, что предприниматели в силу закона обязаны платить за мусор, который образуется в результате их деятельности. Плата предусмотрена двумя способами. Первый способ – это плата по нормативу накопления твердых коммунальных отходов. Второй вариант – это оплата по фактически накопленному объему ТКО. Если предприниматель платит по первому варианту через норматив накопления ТКО, то эти нормативы определены приказом Департамента строительства, ЖКХ, Энергетики и Транспорта приказом. Если говорить о торговле, то этот норматив установлен один кубический метр мусора на метр квадратной площади в год. На наш взгляд и на взгляд предпринимателя этот норматив, который установлен, он завышен. В прошлом году мы совместно с региональным оператором, совместно с Департаментом строительства проводили работу, направленную на сбор информации, необходимой для пересмотра этого норматива. По имеющейся информации, Департамент строительства направил на согласование уже новые нормативы образования ТКО в сфере торговли и общественного питания в российский экологический оператор. Если он согласует новые нормативы, они будут уменьшены по сравнению с тем, которые я озвучил, то предпринимательную нагрузку уже финансово будет меньше. По информации, которую я располагаю, возможное снижение нормативов накопления ТКО в сфере торговли произойдет до 0,64 куба метра кубического мусора на метр торговой площади и в сфере общепита с 2 кубов с лишним до куба 45 куба. То есть это нормативы, мы так смотрели по регионам, средние по России. Если же говорить о сельских населенных пунктах, то здесь проблема заключается в том, что тариф, который установлен в отношении регионального оператора Северного комсервиса по второй зоне, это все населенные пункты, сельские, за исключением поселка Красная и села Тельвицка, установлены очень высокие. Это связано с тем, что связана с схемой размещения твердых монарных отходов, предусматривающей ежегодный вывоз мусора из сельских населенных пунктов. И он составляет порядка 15 тысяч рублей за куб. То есть если мы говорим об плате по нормативу, которое предусмотрено для предпринимателей на селе в сфере торговли, то берем 1 куб мусора норматив, умножаем на тариф 15 тысяч рублей и получаем даже за 10 квадратных метров торговой площади предприниматель должен заплатить 150 тысяч рублей в год. И для того, чтобы избежать такой большой финансовой нагрузки, мы с предпринимателями на селе отрабатывали, направляли им заявления, необходимые для того, чтобы они формировали свои площадки образования твердых коммунальных отходов и заключали договор с сельским сервисом по оплате по фактически накопленному мусору. Это будет для них дешевле и выгоднее, нежели чем платить по нормативу. И эта работа ведется, площадки формируются за полярным районом, администрация за полярного района. Эта работа проводилась с бизнесом. Я думаю, еще она продолжена будет. Сейчас мы очередной мониторинг проведем, сколько еще предпринимателей не оформило площадку. И будем дальше уже настаивать на том, что необходимости формирования таких площадок для бизнеса. Потому что это будет дешевле. Кстати, раз заговорили уже про заполярный район, расскажите, какая работа ведется с сельским бизнесом? Есть ли обращения с наших населенных пунктов? И, может быть, вы какую-то выездную работу ведете по консультации еще как-то? Да, в прошлом году я был в Каратайке. Все-таки в Каратайке мы также обсуждали тему ТКО, советовали бизнесу оформлять площадки образования твердых коммунальных отходов. Мы также обсуждали систему налогообложения, потому что единый налог наимененный доход прекратил свои действия. С начала года предприниматели должны были перейти на иные системы налогообложения. Это либо упрощенные системы налогообложения. Где-то возможно использовать патентную систему. Вот по этим вопросам мы и вели разъединительную работу. Также посещал поселок Красное. И там мы тоже обсуждали этот вопрос. Вот это вот система ТКО и отмена ЕНВД в качестве системы налогообложения. Отмена ЕНВД. Если говорить о поддержке бизнеса, который оказывается на селе, то здесь, благодаря решению собрания депутатов, губернатора Нинецкого, установленный льготный тариф на электроснабжение. Порядка 6 рублей 60 копеек без учета НДС. В то же время экономически обоснованный тариф на электроэнергию составляет 46 рублей. 47, около 47 рублей. И разницу в этом компенсируют уже из бюджета. Севержуковому сервису. То есть доступность электроэнергии поддерживается властями. Также благодаря депутатам и губернаторам были предусмотрены субсидии на доставку продукции питания в сельские населенные пункты. Это важно для доступности цен на продукты для жителей сельских населенных пунктов. А вот если говорить в целом о поддержке бизнеса во всем Нинецком округе, на ваш взгляд, насколько она хорошо выстроена? Выстроена ли она? И какие, может быть, на ваш взгляд, беспрецедентные меры поддержки бизнеса есть в нашем регионе? Система поддержки бизнеса в регионе выстроена как в рамках программ развития малого и среднего предпринимательства. Эти программы приняты администрацией Нинецкого округа, а также администрацией города Наринмара. В рамках этих программ, опять же, в отношении имущественной поддержки программы приняты администрации Заполярного района. У них только имущественная поддержка. Со стороны департамента финансов приоритетные направления развития предпринимательства определены постановлением администрации Нинецкого округа. И в рамках поддержки финансовой предоставляется субсидия на модернизацию оборудования, на повышение квалификации, на сырье для переработки. Предоставляются субсидии на возмещение части оплаты по кредитам, лизинговым платежам. В администрации города также возмещается часть затрат по аренде, также на возмещение части затрат на приобретение и доставку оборудования, опять же, на повышение квалификации. Все это идет в рамках поддержки малого и среднего бизнеса. Также в рамках поддержки малого и среднего бизнеса функционируют программы поддержки малого и среднего бизнеса, функционируют Центры развития бизнеса и микрокредитная компания. Центр развития бизнеса осуществляет конституционную поддержку. У них имеется Центр кластерного развития, Центр поддержки сельхозской операции и также функционируют Центры экспорта. Микрокредитная компания предоставляет микрозаймы предпринимателям. И в прошлом году микрокредитная компания предоставила порядка 70 микрозаймов на общую сумму порядка 160 миллионов рублей. Это очень приличная сумма. Тем более, что в период антикризисных мер, в период распространения коронавирусной инфекции, ставки по микрозайму были снижены на 2%. Это помогло предпринимателям взять кредиты под более низкий процент. Тем более, там еще и реструктуризация была кредитов. Это тоже помогло бизнесу пережить распространение коронавирусной инфекции. Также поддержка оказывается со стороны Департамента природных ресурсов, экологии, агропромышленного комплекса Нинского томного округа. Здесь представляется субсидия сельхозтоваропроизводителям. Сумма поддержки достаточно приличная. Порядка, по-моему, мы там смотрели 670 миллионов рублей, 680 миллионов рублей в год сельхозтоваропроизводителям. И вот эти виды поддержки оказываются. Ну и про электроэнергию я уже сказал, что порядка 100 миллионов рублей идет на возмещение недоволученных доходов в Северском сервисе. Кстати, вот как Нинский округ и бизнес Нинского округа пережили в это сложное время пандемии? Было много, наверное, обращений тоже от предпринимателей? Да, очень большое количество обращений связано именно с ограничениями, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции. Ну и также с мерами поддержки, которые в силу федерального закона о поставлении правительствах могли получить предприниматели. И здесь стоит отметить, что правительство отреагировало достаточно быстро. На федеральном уровне были введены субсидии на поддержку занятости. Были установлены моратории на проведение проверок, были снижены страховые взносы в два раза, была установлена отсрочка по налогам, были введены льготы на возобновление деятельности, а также на занятости, то есть на восстановление занятости. На региональном уровне также были приняты меры, направленные на поддержку бизнеса. Значит, у нас были снижены ставки по микрозаймам, я говорил, по действующим микрозаймам до 3%, и предоставлялись микрозаймы уже по 2%. Была установлена, был повышен возраст индивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица, поручителя, либо залогодателя для предоставления микрозаймов до 70 лет. Также был установлен мораторий на проведение проверок для предпринимателей, были введены субсидии на возмещение части уплаты по коммунальным платежам для пострадавших отраслей, и в администрации города Наринмара также возмещались часть затрат, связанная с арендой помещений. Это меры, которые были приняты в целях поддержки бизнеса. Но был и ряд проблем, по которым предприниматели не могли получить финансовую поддержку, к примеру, на поддержку занятости 12 130 рублей, которая шла из федерального бюджета. Это связано с тем, что правительство определило в качестве перечиней наиболее пострадавших отраслей, от коронавируса, отрасли, исходя из основного вида экономической деятельности, который установлен видом государственного реестра юридических лиц и универсальных предпринимателей. И если предприниматель фактически осуществлял деятельность по виду деятельности, который был признан пострадавшей отраслью, но этот вид деятельности был в дополнительных видах деятельностей, он не мог получить эту поддержку. Этим вопросом занимались Борис Юрьевич Читов, полномоченный, при президенте по защите прав предпринимателей, направили предложение в правительство. Сброс обсуждался, но решение было именно таким, по определению перечиней отраслей, которые наиболее пострадали в условиях коронавируса. А вот еще хотелось поговорить, у нас, к сожалению, осталось не так много времени, где-то буквально минуточек еще 7-8, хотелось бы кратненько пробежаться по истории с самозанятыми. Я знаю, что сейчас эта тема вообще очень актуальна по стране, потому что целый пласт людей, которые раньше были, как-то можно сказать, незаконными бизнесменами, теперь вполне законно за небольшой налоговый вычет, или как он правильно называется, могут заниматься, можно сказать, бизнесом, но по уменьшенной ставке. В нашем регионе насколько это популярная история с самозанятыми? Ну, самозанятые – это человек, который не является работником и не является работодателем. То есть он оказывает услуги, работает сам на себя, может продавать товары, которые он, собственно, произвел. Этот человек, это граждане, уплачивают налог на профессиональный доход, который устанавливается по ставке 4% с дохода, если осуществляется правоотношение с физическими лицами, если самозанятый работает с юридическим лицом, лидеральным предпринимателем, то он платит уже налог по ставке 6% с доходом. Максимальная сумма, по которой может получить доход, составляет 2 миллиона 400 тысяч рублей в год. В федеральном законодательстве предусмотрена возможность распространения государственной поддержки бизнеса, в том числе и на самозанятые. То есть если имущественные поддержки и финансовые поддержки. Мы говорим об этом. Есть у нас уже в регионе такие самозанятые? Да, в нашем регионе, по имеющейся информации, порядка 480 самозанятых. Но ведь самозанятые, может быть, самозанятые, мы говорим о том, что он как бы физлицо, да, но и уплачивает налог на профессиональный доход, но и индивидуальные предприниматели тоже могут платить налог на профессиональный доход. Разница в чем? В том, что самозанятые не платят страховые взносы в отличие от предпринимателей. То есть если, например, у меня там есть какой-нибудь маникюрный салон, где я работаю одна, мне не обязательно открывать ЕП, я могу делать это как самозанятые, либо там все-таки какие-то требования, наверное, соблюдать нужно. Какие сферы могут быть охвачены вот этой историей по самозанятым? Ну, может быть, сферы какие? Сферы перевозок могут осваивать. Сфера сдачи в аренду квартир. Может быть, охвачен налог на профессиональный доход по ставке 4%, допустим, если квартиру снимают физические лица. Оказание услуг по репетиторству. То есть вот эти вот сферы, они могут применять налог на профессиональный доход, платить 4% за дохода, который получен от физических лиц. Ну, 6% если получили от юридического лица или недоиндального предпринимателя. И в завершение интервью хотелось бы узнать, какие у вас планы на этот год и на будущее вообще по работе с нашим бизнесом? Ну, какие планы, да? Планы. Мы все-таки хотим, планы по завершить работу в сфере разъяснительную работу, но не должны разъяснить, но мы... Хотелось бы завершить работу в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Хотелось бы в этом году, я думаю, в первом полугодии мы с депутатами окружного собрания проработаем вопрос по патентности, именно в отношении по совершенствованию окружного закона. Также, опять же, по внесению предложений по совершенствованию нормативного права базы, да, если в прошлом году мы порядка 14 предложений внесли, да, и 20 мы дали заключение на проекты, которые зарабатываем, мы продолжим эту работу. И, в принципе, будем заниматься деятельностью, рассматривать жалобы в сфере полномочий, которые нам предусмотрены, будем максимально защищать бизнес. Герман Витальевич, благодарю вас, что нашли время и посетили нашу студию. Я напомню, гостем студии телеканала «Север» стал Герман Сопочкин, уполномоченный по защите прав предпринимателей. Я же на этом с вами прощаюсь, всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин